Бабушка, а что это за ягода? Чёрная смородина. А почему она красная? Потому что зелёная. Ну а сейчас мы рассмотрим с вами, что же такое чёрная смородина, красная смородина и зелёная смородина. Чёрная смородина – это уже зрелая, спелая смородина. Красная смородина – да, есть такой, конечно же, сорт красный. Но в данном случае у нас говорится о незрелой смородине. Вот незрелая смородина, вы посмотрите, она красненькая, потому она ещё просто неспелая. И когда у нас незрелая ягода, мы говорим зелёная. То есть это может быть не по факту она зелёная, это просто означает, что незрелая. Точно так же неспелый продукт, он будет как зелёный продукт. Мы скажем, что это зелёный продукт. Зелёное яблоко, зелёный апельсин. Ой, какой кислый! Ещё совсем зелёный, мы скажем. Ну и здесь, конечно же, в этом тексте у нас спрашивают мальчик, что это за ягода у бабушки. То, конечно же, бабушка, зная, что это за ягода, она скажет, называется чёрная смородина. И тут мальчик удивляется, как же, почему она чёрная смородина, если она совсем не чёрная, а красная. А тут ещё и бабушка отвечает, что она зелёная. Почему она зелёная? Да потому что она просто неспелая. Вот такой интересный и смешной русский язык. И кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, делитесь этим видео с вашими друзьями. Это помогает развитию нашего канала. Это, в свою очередь, мотивирует меня создавать для вас ещё больше новых видео.